В Хартуме полицейские палками избили корреспондента Спотник Ситуация в Судане В Хартуме полицейские палками избили корреспондента Спотник 19.10 РИА новости Салих Башир, митинг в Хартуме РИА новости Салих Башир Хартум 15 мая РИА новости Корреспондента агентства Спотник Мохаммада Альфа Тиха Военные полицейские несколько раз ударили дубинкой в столице Судана Хартуме Когда я освещала обстановку на улицах Хартума, в 14.30 военная полиция сила оперативной поддержки в центре моста Маким Нимры сбила меня палками по голове и телу. Сила оперативной поддержки убирали баррикаду и барьеры на мосту короля Нимра, сказала Альфа Тих. По словам журналиста, один из солдат с силой выхватил у него из рук мобильный телефон, бросил его на землю и сломал. Другая группа из пяти военных ударила меня палками по голове и телу, несмотря на то, что я сообщил, что являюсь журналистом и освещаю ситуацию по заданию редакции, добавил Альфа Тих. 1 мая, 18.11. Чрезвычайное происшествие с журналистами российских СМИ в 2016-2019 годах. Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Амар Аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий. В среду со ссылкой на арабские СМИ стало известно, что Переходный военный совет Судана объявил, что достиг соглашения с оппозицией о переходном периоде в стране сроком на три года. По данным телеканала Sky News Arabia, стороны пришли к согласию по большинству спорных вопросов. Как сообщает телеканал Al Haddad, со ссылкой на Переходный военный совет, стороны объявят в течение 24 часов о деталях окончательного соглашения. 8 мая 2017, 17-15 в Париже на марше против выборов полиция избила журналиста Sputnik France. Стороны договорились о формировании Суверенного совета, Правительства и Законодательного совета. По сообщению телеканала, представитель Переходного военного совета заявил, что будет сформирован Законодательный совет численностью 300 человек. Он уточнил, что 67% членов совета составят представители оппозиционной силы за свободу и перемены. Еще 33% будут распределены между партиями и движениями, не присоединившимися к этой организации, сообщает агентство. Сюна.